Скажу пару слов об одном модном слове. Абьюзер. Пару слов об абьюзерах. Слово сегодня модное. Многие дамы-психологи в кавычках обязательно упоминают его в своих статьях на Яндекс.Зене очень часто. Слово пошло кочевать. Сегодня прозвучало на нашем сайте из уст прелестная Леонора. У нее ситуация. Они с мужем около 10 лет жили. Родили ребенка. И вот она описывает эту ситуацию. И теперь разводится. Ну, понятно, что бывший муж никогда не бывает хорошим. То есть, когда-нибудь он там встретится с новой девушкой. И та девушка о нем скажет, что он самый прекрасный мужчина в мире. А бывшая жена будет рассказывать про него, что он самый гадкий мужчина в мире. Слушай этих двух женщин. Вы будто будете слушать о двух разных людях. И когда Леонора рассказывает о своем бывшем мужу, она говорит, что он абьюзер. Что чуть ли там не насильно ее обрюхать. О брюхате и так далее. Но это бред такой, в общем. Я представляю, что, возможно, ее муж на других каких-то форумах тоже. Или с друзьями. Ну, не молчит же. Он тоже может что-то такое рассказывать, что его жена такая тварь-мразь. Хотя может он тактично молчит. Черт его знает. Я не могу сказать. Но если спросить его о том, какая Леонора, или Леонору о том, какая она, и что у них было с мужем, их вот две картинки будут совершенно разными. Где же правда? Правда в том, друзья мои, особенно девочки, сейчас вот, ну, мужчины и так это знают. Я хочу, чтобы вы, девушки, очень внимательно к этому отнеслись, потому что от этого зависит ваше отношение с мужчинами будущим. Со всеми, поверьте. Так вот. Открою вам большой секрет. Нет никаких абьюзеров. Их не существует. В природе не существует никаких абьюзеров. Нету. Их просто нет. Понимаете? Это выдумка. Кто ее выдумал? Как она вообще пошла в жизнь? Вообще давайте вот зададимся вопрос. Откуда вообще могут появиться абьюзеры? Понимаете? Вот чтобы стало, я не знаю, там на улице сыро, нужно, чтобы дождь прошел, чтобы там кто-то из шланга полил. Понимаете? Не знаю. Ну, что-то должно произойти. Должна быть, произойти причина и следствие. Чтобы у вас из пальца потекла кровь, вы должны чем-то его порезать, уколоть там, я не знаю. Ну, что-то с ним сделать. Понимаете? Чтобы появился мужчина-абьюзер, что-то должно произойти. Что может произойти? Две вещи может произойти. Первое. Мужчину так воспитали. То есть, с детства ему внушали. Увидел девочку? Пни ее. Плюни ей в лицо. Вся бобы бляди. Мрази. И так далее. Ну, вот то, что на МДшных пабликах пишут. Увидел девочку? Отбери у нее. Она хитрая. Обмани ее. Трахни ее. Займись с ней сексом и брось ее. Измени ее. Ну. Задумайтесь. Где-нибудь этому учат? Посмотрите вокруг. Этому где-то учат мужчин? Нет. Нет. Этому не учат. Понимаете? Мужчин так не воспитывают в России. Я не знаю. Может, где-то на Марсе. Может, там воспитывают. Может, там. Даже в Саудовской Аравии так не воспитывают мужчин. А бизерам, ну, неоткуда взяться. Просто, ну, нету таких мужчин. Их просто так не воспитывают. Нас воспитывают как? Девочек обижать нельзя. Маму надо слушаться. Если женщина плачет, если твоя женщина несчастна, значит, ты неправ. И неважно, даже если ты прав, ты все равно неправ, потому что она плачет. Кстати, женщины этим активно пользуются. Начинают там плакать, если хотят что-то выманить. Представьте, вы заплакали, вашему мужу стало весело, смешно, он начал хохотать. Смотрите, все дура плачут. Понимаете? То есть, ну, вы понимаете, что он так не будет делать. Ему будет плохо. Он будет ощущать, что что-то, ну, не так. Раз его женщина плачет. Почему? По-моему, уже его с детства воспитали, что девочка это, ну, богиня, да? Если, и что она всегда права. Если она не права, она все равно права. Если твоя женщина плачет, значит, ты что-то сделал не так. Вот так нас мужчин воспитывают. И меня так воспитывают. Понимаете? Поэтому я в большей степени джентльмен, кстати говоря. Если бы я вам правду матку говорил, ну, без прикрытия, вы бы вообще тут услышали, как в том анекдоте про морскую песню сплошное ля-ля-ля пришлось бы вставлять. Мужчины воспитывают абьюзерами, они не могут вырасти абьюзерами. Просто не могут физически, понимаете? Но они все-таки есть, да? Почему? По-моему, уже есть вторая причина. Какая? Я же сказал, что есть две причины. Вторая причина. Вот возьмите, подойдите к человеку и наступите ему на ногу. Что с ним произойдет? Что он сделает? Он, я думаю, посмотрит, хотя бы, как минимум, посмотрит внимательно вам в глаза. Может быть, скажет что-нибудь. Не думаю, что это будет. Спасибо, благодарю, наступите еще раз. Скорее всего, он скажет, ты что, охуела? Возможно, ударит вас даже. Если, ну, там зависит от того, как часто вы ему на ногу наступаете. Понимаете? То есть, возьмите, наступите человеку на ногу и он превратится в абьюзера. Есть такой мультик, там песня такая, что собаки бывают кусачьи, только от жизни собачьей. Вот Элеонора пишет, что муж изменился очень сильно. Конечно, он не изменился. Вы его изменили, Элеонора, дорогая. Вы его изменили. Это вы 10 лет с ним жили. Не я, понимаете? Не Олег Новоселов. То вы и с ним жили. То вы его изменили. Вы его превратили в абьюзера. Он никакой не абьюзер. Вы просто испортили с ним отношения. Я, Элеонора, если вы испортите отношения со мной, я стану для вас абьюзером. Если вы скажете, что я самый умный в мире мужик, блин, я в 3 часа ночи встану, чтобы, не знаю, там, кофе вам сварить. Я серьезно. Я так делал. Вот у меня там, ну, есть, как говорится, были. Вот. То есть я на это способен. Вы понимаете, что мужчина, он такой, он, ну, нас воспитывает в любви к женщинам. И нужно совершить что-то очень серьезное, чтобы мы вдруг превратились в абьюзера. Возьмите, измените своему мужу. Или мне, допустим, пусть мне моя женщина изменит, да? Вот. Я превращусь в абьюзера. Ну, бить я ее не буду, но выгнать я ее выгоню. Больше, то есть, понимаете? Вот она будет идти и рассказывать, что я абьюзер, гад, сука, негодяй. Ну, да, у нее появились чувства к кому-то, но это же, это же не объяснить, это же любовь. Разве можно на это обижаться? Это все потому, что Петя был невнимателем, поэтому я отсосала другому мужику, а он обиделся. Я абьюзер, гад. Понимаете? То есть, вот такие ситуации. Вот так мужчина становится абьюзером, в кавычках. Нормальный мужик, который, как говорят, с которым можно жить и жить, радоваться жизни. Сделайте, наступите ему на ногу. Вот вам и абьюзер. У меня знакомая ведет психологические курсы для женщин. Ну, чтобы вы понимали, какой она психолог, она где-то раз в месяц хватается за таблетки, чтобы наглотаться. Вот, 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 что творится в душе у этого человека. Она жить не хочет, понимаете? Вот какая, вот, вот, там такая грязь внутри, что там в голове такое, такое, ну, сено-солома, что. И вот она, и она лжет, нагло лжет своим, ну, девчонкам, которых она учит, будто бы у нее есть богатый спонсор, который ее любит, обожает, и она его подсадила на себя какими-то техниками. У нее три года уже не было ни мужика, ни секса, никого. Она живет, ну, не знаю, в сраной коммуналке. Вот. Она пыталась меня за своего мужика выдать, там, говорила, давай сделаем фоток. Там, на, типа, я говорю, слышь, подруга, ну, меня как бы знают. Вот, я ее, с ней, у меня нормальные отношения, почему? Ну, просто так вот сложилось. Я очень терпеливый, можно сказать, да. Ну, и она не, мне сильно мозги не ебет, потому что я просто этого не позволяю. Выставил сразу, так вот, границы поставил. Но она, по сути, очень непримиримый к мужчинам человек, несчастный по личной жизни человек. Кстати, она красивая, но, блин, давно уже нету, потому что она очень жестко с мужчинами себя ведет. Ну, в смысле, жестко, как, не, даже не грубо, а, ну, не честно. Она обманывает своих мужчин. Они это чувствуют и уходят. А у нее еще большие зажимы по сексу, поэтому, поэтому у нее уже секса, там, три года не было, то есть, реально нет, да. И вот она рассказывает всем своим женщинам, что все мужики обьюзеры. Конечно, вокруг нее сплошные обьюзеры. А как иначе? Это вот я каким-то чудом еще не обьюзер. Да, я не удивлюсь, если она кому-то и про меня рассказывает. Хотя у меня с ней нормальная отношения. Вот. Но, я и, кстати, все это объяснял. То есть, я не молчу, я и сказал как-то так, ну, тактично, естественно, без использования идиоматических оборотов. Ну, кто в этом слушал? Да и там, честно говоря, там такое, там надо, там не психолог нужен, там нужно переформатировать мозг, потому что это с детства пошло, ее там мать воспитала. Вот, такие женщины рассказывают сказки про абьюзеров. Никаких абьюзеров нет у девочки. Не существует. Мужчина не настроен вас бросить, когда, ну, пытаясь, вот, вы ему понравились, он у вас там хочет заняться своим сексом. У него нет таких мыслей, поверьте. У него другая мысль в голове. Заняться сексом, все. А мысли бросить нет. Запомните, этот момент, когда он, ну, вот, хочет своими сексом заняться, это, как сказать, это шанс что-то с ним сделать, да, например. Например, он вам понравился, это шанс завязать с ним отношениями. У мужиков вообще в сторону женщин нету плохих мыслей изначально, поверьте. Это вы сидите на свидании и останавливаете себя, чтобы, ну, чтобы не показаться распущенной. То есть берете, просто смотрите на мужчину и обесцениваете его в голове, что ты гад, козел, негодяй, хочешь меня трахнуть, твадь, не дам. Понимаете? Вот, то есть это вы сидите так, да. Он, поверьте, мужчина другие задачи в этот момент решает. Он думает, блин, что бы такого сказать, чтобы не понравился. Понимаете? Вот. И мы такие. Ну, я вот смотрю на женщину. Я не знаю, у меня на автомате. О, красивая девушка. У меня нету там такого тварь, сука. Нету. Я, знаете, чтобы у меня такая мысль появилась, это надо, не знаю, что сделать. Это надо вот конкретно меня там что-то жестко как-то меня подставить. Там, ну, жестко. Вот тогда, да, у меня появятся такие мысли. И я признаюсь, бывает не по отношению к женщинам, а по отношению к некоторым женщинам. Да, там буквально единицы таких, может быть, две-три там у меня в голове есть. Вот я о них ничего хорошего, как говорится, не думаю. Ну, потому что ничего, ну, ничем хорошим и не закончилось с ними. А так вообще по отношениям к женщинам у меня хорошие очень мысли. Да, там, ну, что, прекрасные, там, красивые. И личности, что-то, какой-то внутренний мир, да. Вот, кстати, там девчонки есть, с которыми, ну, расстались. Может быть, даже не очень хорошо там, да, они поступили. Но все равно я о них помню хорошо. Поверьте, вот есть у меня девчонки, они там, да, ну, там, да. И все равно я о них помню хорошо. Это надо что-то очень сильно сделать плохое, чтобы мужчина о вас так думал. Десять лет жить с ним и делать ему, понимаете. Например, десять лет высказывать ему свое презрение. Вот как Элеонора, да. И, конечно, муж превратился в обмюера. А вы попробуйте по-другому. Видите, попробуйте вот своего мужчину обнять там, да. Только не ждите в ответ ничего. А то, знаете, как это очень часто бывает. Такая женщина берет и такая, знаете, вот она обнимает, а у нее в голове, так, я тебя обняла, ты мне шубу купишь? Нет? Ах ты, стваль. Мужчина это чувствует. Не надо обнимать за что-то. Обнимите, потому что он вам нравится. Если не нравится, не обнимайте. Бросьте его. Найдите того, кто понравится. И обнимите. Обнимите мужчину. И вы поймете, что, ну, все хорошо на самом деле. Никакой не абьюзер мужчина. И вообще абьюзеров не существует. Попробуйте не обманывать мужчин. Попробуйте не предавать. Попробуйте не ломаться перед ними. Не строить из себя, ну, кого-то. Попробуйте вот по-честному с мужчинами. Вы удивитесь. Абьюзеры просто исчезнут из вашей жизни. Вас начнут окружать одни джентльмены. Поверьте, абьюзер ваш мужчина или не абьюзер, зависит от вас. Есть, кстати, женщины, вот говорят, что там, типа, это, я стала такой плохой, потому что меня мужчины обижали. Понимаете, вот, то есть, то есть, хорошая женщина или плохая, это зависит от того, как мужчина к ней относится. Да, зависит. Если я пойду на свидание и поведу себя как дурак, она мне не даст. И что мне потом говорить, что вот там такая-сякая, да. Нет, я буду понимать, что это, ну, моя вина. Если я ударю женщину, она меня обидится. Если я ее предам, она тоже вряд ли мне спасибо скажет. Понимаете? Да, поведение женщины зависит от мужчины. Но очень часто, очень часто, вот среди женщин как раз встречаются абьюзеры. Почему? Потому что мужчин так не воспитывают, что там ударь женщину. А вот женщин так воспитывают с детства. С детства, с детства женщинам говорят, все мужики козлы, секс грязь. Всем мужикам одно и надо. Возьмите, откройте, вот, средства массовой информации, там, телевизор, хотя бы. Любой журнал, книги. Ну, там сплошняком это идет. Вот, что мужики все тряпки, настоящих мужчин не осасит, а, да, и тому подобное. Поэтому вы удивитесь, но абьюзеры среди женщин есть, да. Я сейчас это говорю не потому, что я мужчина. Не потому, что там, да. А это объективно так. Мы живем в мире, в котором, ну, абьюз идет в сторону мужчин, кстати говоря. Покажите мне, как, вот, мужиков так не воспитывают, а вот женщин воспитывают. На полках кругом книги о том, как стать стервой. Там нету книг о том, как стать стервецом. Понимаете? Есть вот одна книга Новоселова. И то она не про то, как обманывать женщин, а про то, как женщины обманывают. Понимаете? Вот, есть учебники по пикапу. Но они, опять же, тоже не о том, как обманывать женщин, а о том, как женщиной заняться сексом. То есть, там нету такого, как только заняться женщиной сексом, обязательно брось ее. Там такого нету. Да, мужчины уходят после секса. Но не потому, что абьюзеры, а потому, что все, он получил свое, а больше ничего в женщине нет. Она пустая. Если хотите, ну, чтобы, опять же, мужчина перестал быть обиден. То есть, вот такой вот, ну, чтобы пикапер, там, ну, не ушел от вас. Либо не дайте пикаперу. Просто, ну, не дайте, не так, что там, сходить на свидание, раскрутить его на бабки, и потом на пятом свидании, ха-ха-ха, не дам. Понимаете? Нет. Сразу четко сказать, извини, чувак, ну, блядь, без обид. А ты мне не нравишься. Да? Или, если он вам понравился, дайте ему, да? Ну, и стройте отношения, учитесь. И не будет никаких абьюзеров. Нас так не воспитывают. Вас воспитывают против мужчин. Нас не воспитывают против женщин. Понимаете? Мы живем в таком мире, в котором абьюзеров никаких нет. Прекратите это, ну, фантазировать. Почему? Потому что мужчины от этого не страдают, поверьте. От того, что вы до нас так. Вернее, ну как, мы страдаем только, когда с вами живем. Но вы заметили, что происходит из-за того? Мы перестали с вами жить. И мы не страдаем. А вот вы страдаете. Потому что будущее, оно, ну, такое будет. Женщин не будет брать замуж. И длительные отношения не будут с вами заводить. Да, вы будете только для секса. А больше вы ни на что не дадитесь. Извините. И я это говорю не потому, что я абьюзеров. А потому что я как раз женщин люблю. Мне очень жаль вас. И я хочу вас научить. Я за вас. Я на вашей стороне. Я хочу вас научить тому, как сделать так, чтобы вы, именно вы, своего мужика взяли за жабры. И на всю жизнь он на вас смотрел, был восхищенными глазами. Ваши подруги, которые не знают о вам. У них будет по-другому. А вы свою жизнь не профукайте. Воспользуйтесь шансом. Поверьте, я знаю, как мужика взяли за жабры. Но для этого надо забыть об абьюзерах. Нет никаких абьюзеров. Есть мужчины. Понимаете? Которые вам нравятся и которые вам не нравятся. Если вам мужчина не нравится, не имейте с ним отношения. Если он вам нравится. Давайте сделаем так, чтобы вы ему тоже понравились. И тогда он не будет абьюзером. Хорошего дня вам, девочки. Я вас всех люблю. И желаю вам счастья. От чистого сердца. Я реально желаю вам счастья. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Будете счастливы. Будем счастливы мы. Потому что нас так воспитали. Мы хотим, чтобы наши женщины были счастливы. Никакие им не абьюзеры. Хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.